В народе ходит поговорка «сахар – белая смерть». Кто-то может с этим поспорить, кто-то посмеяться над таким утверждением. Человек, который уже пострадал от сладостей, подтвердит, что неограниченное потребление сахара приводит к серьёзным проблемам со здоровьем. Лишний вес и дальнейшее ожирение, сахарный диабет, проблемы с поджелудочной железой, аллергия, кариес – самые часто упоминаемые болезни сладкоежек. Многие забывают, что сахар может вызвать более тяжёлые заболевания, такие как рак, атеросклероз, общее снижение иммунитета, нарушение обменных процессов. Если углубиться в действие сахара в организме, то нужно сказать, что без энергии, которая выделяется при потреблении сладостей, мозг человека не сможет работать, но рафинированный сахар в чистом виде наносит больше вреда, чем пользы для организма в целом. Как найти выход из этой ситуации? Правила потребления сахара. Любой человек не сможет прожить без сахара ни дня. Практически любой продукт содержит сахар в том или ином виде, даже колбаса и сосиски. Поэтому исключить полностью этот продукт из рациона не получится. Можно ограничить его потребление. Доказано, что привычки вырабатываются в течение 21 дня. Поэтому, если класть в чай или кофе 3 ложки сахара, то за 21 день можно снизить эту норму в 2 раза. Просто ежедневно класть чуть меньше, чем обычно. А какие-то чаепития заменять на употребление чистой, неподслащённой воды. Организм за это скажет спасибо. Если есть привычка покупать килограмм конфет, то купить мармелад или пастилу. В этих продуктах сахара содержится меньше, чем в конфетах. Выбирайте сладости, которые нанесут меньший вред, и употребляйте не 5, а одну или две штуки. И в утреннее время. Тогда энергия используется в течение дня, а не отложится запасами жира на животе и бёдрах. Сахарозаменители. Широкое распространение среди людей, желающих похудеть, получили натуральные и синтетические сахарозаменители. Фруктоза, ксилит и сорбит присутствуют на прилавках магазинов, но за последнее время получено много исследований, что эти заменители имеют ряд неприятных и опасных побочных действий. Аспартам, сахарин, сукрозит, цикломат – синтетические заменители, которые несут ещё больший вред, чем натуральные. Чем же их заменить? Выход есть из любой ситуации. Человек, заботящийся о своём здоровье, ограничивает потребление сахара. А то, что невозможно исключить из рациона, заменяет на более безопасные сахарозаменители. Такими продуктами являются мёд, кленовый сироп и стевия. Мёд применяют как для приготовления пищи, так и как отдельное лакомство. Намного полезнее пить чай и есть мёд ложкой, чем добавлять непосредственно в напиток. При этом мёд содержит витамины и стимулирует иммунитет. Кленовый сироп, хоть и содержит много калорий, всё равно полезнее рафинированного сахара. Из-за высоких цен в магазинах продаётся много дешёвых подделок. Процедура изготовления такого продукта сложна, и он из экономических соображений не может стоить дёшево. Стевия, или по-другому медовая трава, сахарозаменитель, имеющий антибактериальный эффект, хорошо растворима в воде, используется для приготовления блюд, имеет ноль калорий. Польза такого продукта получает всё больше подтверждений. Среди многочисленных заменителей сахара стевия занимает особое место. В отличие от большинства подсластителей, она имеет природное происхождение и содержит массу полезных для человека веществ. Согласно исследованиям, её регулярное потребление улучшает пищеварительные процессы, повышает защитные силы и препятствует образованию жировых отложений. Но что же такое стевия и почему она так полезна? Это и многое другое вы узнаете, посмотрев этот ролик до конца. Для производства этого подсластителя используются листья одноимённого многолетнего растения, произрастающего в Центральной и Южной Америке. В течение многих веков индейцы гуарани применяли стевию как сахарозаменитель для добавления в чай матэ, а также в качестве лечебного средства, помогающего от изжоги и заболеваний органов ЖКТ. Среди аборигенов считалось, что она обладает мощной целебной силой и может улучшить общее состояние здоровья. Исследования сладкой травы проводились ещё в XVI веке, однако только в 1931 году французским учёным Лавьею и Бриделю удалось выделить из неё особые вещества – стевиозиды, которые и придают растению характерный сладковатый вкус. Как оказалось, они в 250-300 раз слаще сахарозы, причём не влияют на уровень глюкозы в крови и могут использоваться при сахарном диабете. Огромная польза стевии для человеческого организма определяется её богатым составом, включающим в себя более сотни полезных веществ. Витамины, кальциферол, ретинол, аскорбиновая кислота, эфирные масла, пектины и дубильные вещества, линолевая, хлорогеновая, арахидоновая, гиббериленовая кислота, флавоноиды, полисахариды, минералы кальций, магний, селен, медь и другие. При повышенной сладости и насыщенном химическом составе калорийность травы всего 18 калорий на 100 грамм. Это позволяет безбоязненно включать её в свой рацион людям, которые сидят на диетах и пытаются избавиться от излишнего веса. Стевию можно добавлять не только в напитки, но и в различные сладкие блюда, соусы, кондитерские изделия. Польза сахарозаменителя стевии. С момента открытия стевиозида учёные уделяли много внимания изучению пользы и вреда заменителя сахаростевии для организма. В результате экспериментов им удалось выяснить, что растение идеально подходит для гипертоников. Употребление подсластителя способствует расширению сосудов и выведению натрия из организма, который имеет свойство задерживать жидкость и повышать кровяное давление. Сладкая трава обладает сильными антиоксидантными свойствами и эффективно борется со свободными радикалами, поэтому является отличным профилактическим средством от онкологии. В частности, содержащийся в её листьях флавоноид кемпферал препятствует развитию рака поджелудочной железы. Витамины и минералы в составе растения улучшают работу всех органов и систем, оказывая широкий спектр положительных воздействий на организм. Устранение боли в мышцах и суставах, улучшение метаболизма, восстановление баланса кишечной микрофлоры, нормализация уровня холестерина в крови, укрепление волос и ногтевых пластин, снижение усталости при физических и интеллектуальных нагрузках, ослабление тяги к алкоголю и табакокурению, очищение от токсинов и шлаков, укрепление сосудов и сердечной мышцы, устранение кожных высыпаний. Также трава помогает при воспалительных заболеваниях ротовой полости. Замечено, что в регионах, где регулярно употребляют это растение, люди практически не страдают кариесом и парадонтозом. Стевия хорошо очищает зубы от загрязнений и укрепляет зубную эмаль. Как выбрать и хранить? Стевия продаётся в разных видах в виде порошка, гранул, таблеток, чая и жидкости. Например, трава в виде порошка или жидкости в 200 раз слаще сахара, чем её цельные или сухие листья, а не слаще сахара всего в 10-40 раз. При выборе обратите внимание на состав стевии. Убедитесь, что перед вами 100% натуральный продукт. В составе не должно быть глюкозы, декстроза и крахмала, мальтодекстрина. Срок годности и условия хранения внимательно посмотрите на упаковки. Обычно стевию хранят в тёмном месте, без попадания солнечных лучей. Средний срок годности от 3 лет с даты изготовления. Друзья, будьте здоровы! Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и выбирайте, что будете смотреть дальше.